В моей культуре у нас принято рассматривать взгляды с греческой точки зрения. Я пришла к пониманию, что это не Божий путь. Эта философия была образована за пределами Божьего разума и упущена, я бы сказала, самая важная вещь – это Божий разум. Итак, одна из разниц между греческим взглядом и еврейским взглядом – греческое мышление смотрит, сколько у тебя будет в рамках дипломов, которые висят на стене. И еврейский взгляд говорит так, что «Сколько ты знаешь». И перед тем, как я буду говорить вам о семье и браке, я немного хочу рассказать о своем образовании. Первое, то, что мои достижения, первое моё достижение – это вот здесь сидит, рядом. Мы уже женаты почти 34 года. И я вам скажу, что это достаточно такое увлекательное путешествие. И я бы сказала, что мы научились очень многому. Я приготовила учение, но он будет подходить и говорить в любое время, когда он захочет, чтобы дополнить тот материал, который я буду говорить. Потому что мы – команда. У нас двое детей. Нашему младшему – 30 лет, только вот сейчас исполнилось. И они оба любят Мессию всем своим сердцем. Они оба служат Господу всем своим сердцем. Они воспитывают своих детей в страхе и служат своим сердцем. Мои дети, они несовершенны. Я не была совершенной мамой. Я также несовершенная жена. И он может вам также это подтвердить. Он также несовершенный муж. Но Бог – он совершен. И у нас хорошая семья. И я хотела бы с вами поделиться о том, чему мы научились за последние 34 года. Первое местописание, я бы хотела прочитать, Псалом 136. Я буду пытаться читать это местописание каждый день, разве что Господь изменит мой план. 127. 127. 127. 127. 126. Если Господь не сожидит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда, когда возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Что стрела в руке сильна, а то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнит имя колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Все, да? Второе, Еремия, 31-34. Это говорит о Новом Завете. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззакония их, и грехов их не воспомину более. Мы живем в последние дни, это Дни Завета. И это очень важно, чтобы вы понимали, что я вам не даю новые постановления или новые законы. Дух Святой будет показывать вам, как строить свою семью. Разве что, если Господь не построит дом ваш, вам нужно, и вам нужно, необходимо строить ваш дом. И я верю, что вот эти обещания в Еремии говорят так, что Он будет с вами помогать вам. Дух Святой также приходит и говорит нам, когда мы что-то не так делаем. И если вы что-то делаете не так, то Он придет и будет корректировать вас. Но это не моя работа. И Дух Святой, мы приглашаем Твое присутствие. Ты тот, который осуждаешь грехах и который приносишь суд. Дух Святой, благодарю Тебя за то, что Ты есть Бог, Бог благодати. И мы приглашаем Твое присутствие. Мы приглашаем Твое присутствие. Добро пожаловать сюда. Да. В имя Иисуса. Для чего нам необходимо учить этот курс в библейской школе? Зачем в процессе обучения нужно проходить урок брак и семья? Вы же не учите здесь, чтобы быть психологами или консультантами. Ну, у меня есть ответ для этого. Как вы относитесь к своей семье, имеет отношение, как вы будете относиться к людям, которые в духовной семье. Я не буду читать все места Писания, но я буду называть места Писания. Я надеюсь, что в свободное время вы заглянете и прочтете эти места. Первое место. Это 1 Тимофея 3, 4 и 5 стих. Это место Писания говорится о квалификации, какими должны быть служители и дякона церкви. Апостол Павел говорит Тимофею, что лидеры в церкви должны уметь управлять своей семьей. Павел не говорит, иди найди самого лучшего бизнесмена. Или иди найди того самого влиятельного, который имеет на политической арене. Павел говорит, иди и посмотри, как он управляет своим домом. Потому что, как он управляет своим домом, вот так же он будет управлять в церкви. И имея опыт больше 20 лет служения, будучи пастором, мы обнаружили, что это правда. Вы пастырствуете, и так же само, как вы являетесь родителями для своих детей. И было бы хорошо нам знать, что Бог, как Бог смотрит, как Он видит нас, чтобы мы были родителями, и как Он видит, чтобы мы были пастырями. Когда я говорю слово пастыр, я не имею в виду, что это самый главный пастырь. Потому что я верю, что офис пастыр, это для того, чтобы снарядить тело Мессии, и чтобы мы пастырствовали друг над другом, или помогали друг другу. И, может быть, вы никогда не будете иметь этот титул пастыра. Но вы, и я надеюсь, что вы будете пастырем над кем-то. Я надеюсь. И второе, это местописание, Псалом 126. Как вы относитесь к своей семье, вот так вы будете относиться к построению и установлению Семьи Божьей в вашем городе. Кирк и я, мы поглощены этой идеей. Она заключается в том, что мы верим, что дети Божьи, люди Божьи, они для того, чтобы влиять в том городе, в котором вы поставлены Богом. И в какой бы город вы не поехали домой, вам необходимо иметь эффект, влияние. И я не имею в виду политический или захватывающий такой подход. Я имею в виду, это когда Царство Божие имеет эффекты, как дрожжевое тесто, оно поднимается, оно видоизменяется. Так же самое, вы приносите изменения. Почему я сначала сказала 126 стих? Потому что сначала дом, а потом город. Сначала дом, а потом город. Сначала дом, а потом город. Очень важно. Давайте построим дом. Давайте построим дом. Номер три. Также Псалом 126 стих. Наша эффективность будет влиять от того, какие у нас будут отношения между собой. Написано, что дети, они как стрелы в колчане. И нам не будет стыдно, когда мы будем конфронтировать наших врагов у ворот. Разрешите мне поделиться с личной историей. Было время, когда мой сын учился в университете, и в то время он не ходил с Господом. Это не было ужасное время, но оно не было хорошее. И я осознала в один день, когда я прочитала этот стих. Когда я начала молиться о некоторых вещах моего города, Я почувствовала стыд, когда я конфронтировала врага. И я вам хочу сказать, что любой родитель, который имеет ребенка, и который отходит от Господа, они смогут подтвердить, что вот это переживание не то же самое имеют. Вы идете молиться, и враг начинает побеждать твои мысли. А что ты за верующий? А какой же ты успешный? Ты неудачница как мать. Все, что ты сказала и сделала, это плохо. И когда я осознала, что это происходит, я сказала, нет, кровью Иисуса. И потому что разве что Господь созидит дом. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, мы хотим строить очень мудро. Давайте вернемся к основам. Что такое семья? Из чего состоит семья? Муж и жена? А дети? Нужно ли иметь детей, чтобы была семья? Я бы сказала, что, ну, я бы не сказала, что это нужно. А почему я так говорю? Потому что смотря на книгу Бытие, первая глава. С 26 стиха по 31. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по всей земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землею, и над всякими животными, присмыкающимися по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, всяк, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающим по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он сотворил, и все, и вот, весьма хорошо. И был вечер, и было утро, день шестой. И Бог сказал, что было все весьма хорошо. И я вам сейчас представляю семью Адама и Еву. И это было очень хорошо, они были семья. Конечно, мы знаем, что дети потом родились. Но это первое, что я бы желала, чтобы вы запомнили. С той минуты, когда вы женитесь, вы семья. Кирк и я были семьей два года до того, как родился первый ребенок. Одна из моих страстей, которые я бы желала, чтобы вы знали, потому что, чтобы вы помнили, что когда дети вырастут, и они не будут с вами, чтобы вы не думали, что вы уже не семья, потому что их нету рядом. Он и я, мы до сих пор семья. Конечно, было намного радостнее и приятнее, когда дети были, когда дети приходят, когда внуки приходят, посещают наш дом. И когда дети наши поехали учиться в университет, удали от нас, было очень тяжело. Потому что вы работаете очень тяжело, 18 лет, чтобы видеть, как они выросли. И потом, все, у вас нет работы. Все, они не нуждаются в вас больше. В Америке мы называем это синдром пустого гнезда. И когда я работала над этим вопросом, я пришла к пониманию, что да, мы все еще семья. Я все еще его жена. И мы тем не менее наслаждаемся друг другом, даже тогда, когда детей нету рядом. И это очень важно, иметь этот фокус. Я хочу говорить о Божьей идеальной семье. И опять-таки, мы не говорим о правилах. Мы говорим о законе любви. Вы ознакомлены с разными словами греческими, что означает любовь? Есть одно греческое слово «любовь», которое не упоминается в Библии. Это слово «эрос». Очень часто говорится, используется это слово в сексуальном или любовной, романтической такой манере. Но один человек объяснил это слово «любовь, которая имеет крючок», зацепил. Я буду любить его за то, что он может дать мне. Или я люблю ее за то, как она побуждает меня, чтобы я чувствовала. Вот что она меня побуждает чувствовать. Эрос — это все обо мне. Я, я, мне. А где агапе — любовь? Я хочу самое лучшее для человека, которого я люблю. Божья идея, чтобы мы ходили в агапе любви, чтобы мы отдавали для друг друга любовь. Это то, что имела Адам и Ева в начале. И вы знаете, что что-то пошло не так. Очень скоро. Now, before we move on, I will, one of the scriptures that God gave me right before we started was Psalm 68, 6. Прежде чем мы пойдем дальше, вперед. You don't have to read it, just give them the reference. Psalm 66. Ты остановил, да? Okay. Now this one. That's the one where it says God sets the lonely or the solitary in families. Just a second. Псалом 67, 6. Отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом своем жилище. И есть времена, где семья составляет больше, чем твои биологические родственники. На протяжении многих лет у нас появилось очень много детей, неродных. И некоторые из вас придет день, где вы тоже будете иметь. Но вот мое предупреждение вам. Все, что вам нужно представлять или отдавать, это Иисуса и Его любовь. Но вам не нужно принимать свою семью человека, который не хочет знать или не хочет принимать о Иисусе. Вам нужно распознавать. Вы можете служить многим людям, и те люди могут и ходить, и служить Господу, а могут и не ходить, и не служить Господу. Но когда вы приводите в самые такие близкие интимные взаимоотношения, все, что вам нужно, это представлять Иисуса. Делиться с Иисусом. Делиться Иисусом с ними. Мы сейчас будем говорить, что же было не так с первым браком. Бытие, третья глава. Мы не будем читать первую главу всю, потому что это очень длинная глава. Но вы откройте и просто следите, чтобы вы были уверены в том, что я говорю, это правда. Я буду говорить историю. Все прекрасно. Им были даны инструкции. Даже тогда, когда Бог все сотворил, Он сказал, вот это дерево, я повелеваю вам не трогать. На самом деле, что Он сказал, не кушайте. Он не говорил, не трогайте. Он сказал, не прикасайтесь. Не кушайте. И очень интересно, что Он дал инструкцию до того, как Он сотворил Еву. И я вот не понимаю, вот как произошло. Или она не поняла инструкции, которые Адам сказал ей, что делать. Или как это получилось, что все-таки враг прельстил ее. Поймите, что наш враг, он ненавидит успешные браки. Он не хочет, чтобы семьи работали, чтобы семьи были крепкими. И вот если мы смотрим на три офиса, которые Бог благословил. Семью, государство и церковь, синагогу. Семья — это первая. Первая была семья. И враг атакует первую семью. Потому что если он сможет привести замешательство семью, тогда государство будет в замешательстве. И тогда церковь будет в замешательстве. И все большее будет в замешательстве. И первое, он пытается атаковать семью. Первое, Тимофея 2.14 написано, что женщина, она была обманута. Если ты женщина здесь, и тебе нужно с этим справляться. Тебе нужно принять это. Но мужчина, он не был обманут. Если вы мужчина, вам нужно с этим тоже справиться. Когда я была маленькой девочкой, я думала, ой, я девочка, я такая глупая, меня обманули, и вот такая я несмышленая. Я такая глупая. И во всей истории там не описывается, что Адам был все время с Евой рядом. Такое ощущение, что Адам был далеко. Но на самом деле это не то, что написано. Адам был там, он наблюдал за этим. И он знал конкретно, что происходит. И что интересно, что да, Ева была обманута, но Библия не говорит о том, что это ее вина была. Но ответственность была на Адаме, почему он это допустил. Мы были обмануты. Но Адам не был обманут. Это был выбор Адама. И я вижу эти характерности даже сегодня. Мое сердце я вижу нужды людей, и я вижу, что вот это надо сделать, и вот это нужно сделать. И я могу идти и делать, и потом получается, что я в проблеме. И очень часто он говорит, о, подожди, подожди, не торопись. Подожди, помедленнее. Но иногда он настолько упертый и не хочет сдвинуться с места, что я, ну, как, раздражаюсь. Вы знаете, как мужчина справляется с Богом, это совершенно по-другому, как женщина справляется с Богом. Я не знаю, как здесь у вас в культуре, но у нас в культуре, в американской, женщина настолько феминист поднялся, что они хотят, чтобы мужчины стали похожими быть на женщин. Но это настолько, это не Божий план. Иногда отношения Кирка с Богом, они меня пугали. Но Бог знает Кирка. Бог нравится Кирка. Бог знает, как входить в конфликты с Кирком, и, знаете, Бог всегда выигрывает. И я научилась не осуждать. Потому что я не квалифицирована быть судьей, судить Кирка. Это Дух Святого Работа. Но очень важно, чтобы мужчины понимали, что их работа, она очень сложная работа. Один из учителей, который я уважаю, его зовут Джек Хейфорд. И он говорит, что если, что если? Когда Ева согрешила, Адам не сказал, о Боже, ну не держи против нее ничего. Адам сказал, дай, я, я, он заступился за Еву. И почему он сказал это? Потому что, по Писанию, Иисус это последний Адам. Что бы произошло? Мы знаем, потому что Иисус, то, что Он сделал, оно сбылось. Но я хочу, чтобы вы понимали, где семья, она, ну, сделала ошибку. Давайте посмотрим на те вещи, которые были потеряны. И вы можете увидеть это в тексте. Они потеряли свободу друг с другом. Они потеряли это чувство принятия друг друга. И это мы оставляем в стороне тот факт, что они умирают. Они потеряли эту свободу друг с другом. Что они могли быть голыми и быть принятыми друг другом. О! Стыд! У них было чувство стыда. И это было правильно, что... У них был стыд по отношению к Богу, но также у них появился стыд по отношению друг к другу. И это вот тогда, это слово Eros взял силу. Что ты можешь сделать для меня? Что ты можешь сделать для меня? И внезапно самоосознание пришло. Если вы когда-нибудь имели проблему со самоосознанием, то вы понимаете, как может быть ужасным это чувство. Я хочу думать о Боге. Я не хочу думать о Боге. Я хочу думать о себе. И следующее, что пришло, это обвинение. И мы будем обвинять друг друга. Бытие 3 глава, 12 стих. И мне нравится это место, Писание. Представьте себе, Адам имеет два друга во всей Вселенной. Ева и Бог. И в одном предложении он сумел убрать обоих. Ту женщину, которую ты дал мне. Он обвиняет Бога и он обвиняет жену, женщину. Представьте себе свою Еву, которая стоит там. Спасибо тебе большое, друг. Парень, ну ты и сделал. Я могу только себе представить тот вечер, конфликт, который они имели между собой. Не думай, что это был хороший разговор. И пятое, то что я вижу, что они были отделены друг от друга. И это очень болезненно. И когда Бог появился уже в следующем сюжете, Он показал, что что-то было разрушено. Нам нужно понимать, кто есть Бог. Таким, каким Он описан и открыт в Слове Божьем. Не путайте его с греческим богом Зевсом. Зевс, он бросал эти вот мечи громовые. Яхва, Он не делает этого. Бог не сказал, о, сейчас я тебя проклинаю. Но на самом деле его тон был таким, ну, ребята, ну, вы пролетели. Равносильно, что ребенок, который разбил что-то очень дорогое в вашем доме. И вы не можете соединить вместе. Оно уже разбито. И некоторые вещи, которые Бог говорит в этом сюжете Адаму и Еве. Ребята, то, что работало до этого момента, оно уже не будет работать. И в тех местах, когда Адам работал, ему придется работать намного тяжело и ему будет очень тяжело. Но Ева Ева, ты будешь трудиться и тебе нужно будет прилагать усилия, чтобы это отношение, оно состоялось. И что твои желания у тебя будут влечения к твоему мужу. И факт заключается в том, что на протяжении многих лет с того времени женщины, они пытаются вытянуть эти отношения из своего мужа. И вот это отношение, я настолько хороша, так же, как и ты. Потому что они были со работниками вместе. И вдруг внезапно Богу пришлось изменить порядок. И внутри нас, мы, женщины, мы понимаем, что мы что-то потеряли. И бывают времена, где мы пытаемся хватать за что-то. с Иисусом, и из-за того, что существует Новый Завет, мы можем остановить это. Но даже в моем разуме о том, что мы, женщины, рожаем детей в боли или без боли, нам нужно работать с этой идеей. Мы не можем это справляться без силы Духа Святого. И это, мы сейчас возьмем перерыв.